Вы, как защитник Михаила Ефремова, изучали вопрос по поводу количества и работы камер в этой зоне. Все изучали, ни о чемное все. Ни о чемное. То есть? Мы даже в суде заявляли, давайте экспертизу назначим, хотя бы увидим лицо, хотя бы чья машина. Там же есть камеры, которые снимают вот эту точку ДТП. А куда делась именно момент ДТП, кто выходит за руля? Да, вот этот вопрос задают все, вот этот вопрос я вам задам. А я же этому добился, господа. Как я могу признать вину? Все говорят, признал бы вину, ему плохо не было бы. Адвокат для чего? Задача адвоката исследовать все. Если где-то какое-то нарушение в законодательстве есть, как раз устранение, это задача адвоката. Я что, должен был сидеть головой, кивать, сказать, молодец? Я вам хорошее вспомнил. Многие говорят, вот, строили шоу. Вот я вам могу фамилию назвать сейчас. Я защищал Дарью Радулову. Это жена Александра Радулова, хоккейст наша. С каждым клиентом, когда она пришла, у нее шансов не было ни на что. У нее был брачный контракт, я, брачный контракт, но она об меня разрешили, это говорит. Брачный контракт. Она не претендовала на что. И он мог спокойно ребенка забрать, хотел это делать. Когда тоже, когда с ребенком на улице осталось, пришла ко мне, плакала. Я ей сказал, не бойся, и у тебя будет и квартира, и машина, и деньги. Я ей сделал все. Когда сказали гонорар, сколько процентов, там нулей очень много я отсудил. Ну, в мировом соглашении, в мировом соглашении заключили. Я рубля не брал. А почему? Вы эту же работу проделали? У меня где-то 10% моей работы бесплатная. Когда касается именно таких трудных моментов, я не могу клиента деньги брать. У нее, опять скажет, да, наш зритель, а почему? У Ильмана какие-то мысли, наверное. Она очень красивая, симпатичная. Я с ее мужчиной в очень хороших отношениях. Но настолько-то Александр Радулов достойный мужчина, достойный мужчина, он максимально обеспечивает, ну, делать то, что для воспитания ребенка. Но вы знаете, почему я там мировое заключение, заключил мировое соглашение? У них обоих характер ужасный. И как у Даши, как у Александра. Даже после развода я попытался, чтобы они сошлись. Они опять сошлись, определенное время жили, но опять не получилось. Что к чему я говорю? Да, когда говорят, вот это дьявола только его деньги интересуют. Адвокат Александра Радулова, Павел его зовут, фамилию не помню. Это настолько грамотно был? Вы знаете, с грамотным адвокатом работать вообще не составляет труда. Ну, правда, конечно, я манипулировал и сделал определенные моменты. Я его убеждал, что я признаю брак, брашный контракт недействительным. Не столько получу несколько миллионов долларов, а намного больше получу. Они пошли на это, исполнили все мои желания, что я хотел для Даши Радуловой. К чему я говорю? Даша Радулова, Александр Радулов. Вы знаете, на всю страну гремело бы. Я очень просил, никаких журналистов, ей на такие деньги предлагали, чтобы в эфир пить по полтора миллиона рублей. Я говорю, Даш, это отец твоего ребенка. К чему я говорю? Я же устроил бы себе хайп. Сколько известных певец, которые на всю страну гремят сейчас. Никто не знал. Были вашими доверителями? Да, я защищал, да, конечно. Но сейчас-то вы можете сказать, кто это? Это нельзя разглашать. Даши я попросил, просто для интереса я мог, если мне нужны были бы деньги, я мог бы столько, сколько получать. Не то, что отдать все, сказал, вот ты для меня как пачерица. Потому что сирата у нее никого нет, у Даши. Несмотря на серебряную призерку Олимпиады, какого года, не помню.